Что касается национальной платежной системы, то формально она будет заведомо не так эффективна, как международная. Потому что чем больше экономическая структура, тем она эффективнее. Именно поэтому рынок всегда тяготеет к монополизации. Но с другой стороны, любая монополия склонна требовать от клиентов больше, чем ей требуется для нормальной деятельности. Поэтому действительно крупные монополии отличаются множеством способов нерациональной траты денег. Так что, думаю, появление рядом с визой и мастер-кардом национальной платежной системы, скорее всего, вынудит визу и мастер-кард лояльнее относиться к российским клиентам. И, например, снизить комиссию при конверсии платежей из валюты в валюту. Потому что сейчас эта комиссия у них, скажем, при расчете с рублевой карты в Белоруссии. С вас сначала возьмут комиссию за пересчет из российских рублей в доллары, а потом из долларов в белорусские рубли возьмут отдельную комиссию. Так вот, я думаю, что национальная платежная система принесет пользу даже тем, кто ею не воспользуется, а останется при привычных международных системах. Ну, а кроме того, ну вот Китай создал систему UnionPay как национальную, а сейчас в мире, по-моему, уже добрая половина банкоматов, работающих с визой и мастер-кард, работают и с UnionPay. Так что, я думаю, те, кто переведет свои деньги на карты российской национальной платежной системы, очень скоро обнаружат, что по своим возможностям она практически не отличается от международных.